Популярная шутка уходящего года. Предложение нигде его не учитывать, поскольку мы им практически не пользовались. Пришлось поменять планы на отпуск, отменить важные встречи, занятия спортом и фитнесом до минимума сократить общение с близкими. А вот для дачников год оказался хорошим. Благодаря самоизоляции, которую многие провели на даче, грядкам, деревьям и кустам досталось больше внимания. Отсюда и урожай. А сколько дачных долгостроев было закончено? Какие зоны отдыха, беседки и фонтаны появились на садовых участках? Так что, как говорится, нет худа без добра. Главное смотреть на жизнь с оптимизмом? Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». В этом выпуске помечтаем о том, что принесет нам следующий год, символом которого по восточному календарю стала белая металлическая корова. А вот коровы у Галины Шараповой не белые, не металлические, а черно-пестрые. Их целых три. Здравствуйте, меня зовут Галина Шарапова, это мое хозяйство. Это наша старшая корова, мать всех. Ее зовут Ганга, это ее дочка Нанди, а это солнышко. А знаете, мне одна женщина, я работала в свое время в колхозе у нас на ферме, она говорит, что у коровы должно быть имя, связанная с водой, тогда она будет много давать молока. Я подумала, думаю, Ганга – это священная река. Думаю, очень хорошее имя, она такая белая, молоко белое. Я решила назвать ее Ганга. А это вот ее дочка. Ну, что-то как-то мы ее просто так назвали, Нанди. Мы называли только Надюша ее. Ну, а это солнышко. Я всегда хотела рыжую корову. Надеялась, что у нее все-таки будет рыжая корова, потому что это от искусственного оплодотворения. Но у нас семени рыжего мало, и поэтому она у нас родилась черно-белая, и мы ее назвали солнышко. Мы эту корову купили с фермы. У нас была ферма у индусов, и они ее уже, короче, распродавали. Эта коровка у нас была такая страшненькая, первотелка, и мы ее купили по дешевке. Когда мы ее купили, ветеринары сказали, мы ей привыкли делать не будет, вы ее откормите сначала. И вот мы ее откормили, она выросла, и она очень хорошая, спокойная, добрая по сравнению вот с этой. Это с характером, девушка такая сама себе, импульсивная, скажем так. И она очень хорошо доится, она очень спокойная, она может любого человека подпустить к себе, подоить. Иди сюда. Ну, мы все-таки коров завели не просто потому, что нам было скучно, а нам нужно было молоко, дополнительный доход в семье. У меня заболел муж, и надо было как-то поддерживать семью. И мы, потому что с одной коровы выхлопа небольшого, мы купили вторую корову, а потом еще и телку. То есть мы решили, что три коровы это самый оптимальный вариант. Вот. Ну, потом волей судьбы, как говорится, все отсеялось. И у нас вот... У нее сначала были одни бычки, а я-то хотела от нее телочку, потому что корова хорошая, вымя мягкое, доить хорошо, и такой характер у нее покладистый. И она, наконец, родила нам телочку. И мы ее оставили. Она тоже была очень забавная. И когда она отелилась в первый раз, она тоже очень легко доилась, то есть без проблем. В отличие от других, которые у меня были, это, ну, очень маловажно. И вот она родила опять телочку. И я решила, оставим мы все-таки еще одну, потому что две тоже мало. Вот сейчас зима, молока очень мало, а семью кормить надо коровы, потому что всю жизнь свою беременную ходят. У них разница там, ну, между отелами там... Ну, я имею в виду между беременностями всего пару месяцев. Иди сюда. Любопытные. Вот они такие любопытные на самом деле. Из-за этого их все боятся. Они лезут, они же здоровые, они рассчитывают своих сил. И поэтому люди боятся их. Народ мало хозяйства держит, больше мяса, а вот коров мало кто держит, потому что много трудностей связано с этим. Очень много трудностей, поэтому... Вообще осталось у нас, может, по пальцам перечислять, сколько людей держит всего коров. Сена много не бывает, они могут его есть целый день. То есть это такой продукт, что... Их, говорят, надо волю давать им сено, но так как оно всегда ограничено, стараемся давать, конечно, как можно больше, Ну, там, как получается, летом 40-50 литров молока, ну, вот с двух коров. Бывает, бывает. Что я делаю? Я делаю все. Молоко, творог, сметану. Делала йогурт. Масло. Топленое масло. Вот так вот. Сыр. Я пробую делать сыр. Я делаю адыгейский сыр и делаю такой... Сейчас пытаюсь на заквасках, вот как в магазинах продают твердые сыры. Я пытаюсь это сделать. Мы привыкли. У нас как бы день так размеренно приходит. Я зашла, покормила их. Почистила, сгребла. Мальчишки вечером убрали. Покормила, подоила, сено им дала. Вот тюк стоит. То есть я, в принципе, натрепала, положила им. В принципе, ну, как бы не сильно сложно. Летом мы вдвоем на пастбище отогнали, потому что их три надо перегонять через дорогу, чтобы они под машину не попали, потому что и такое бывает. Вот. Поэтому вы как-то втянулись в это. И пока дети маленькие, надо их подымать. А это, ну, доход все-таки. И они мне очень любят молочку. Очень. Один на молоке сидит, другой творог с сметаной, а доча любит сыр. И вообще сыр любят все. И дочка у меня уже взрослая, ей 19 лет. Вот Ромка ему 13 лет. И Сережка ему 10 лет. Помощники все. И доят, и кормят. То есть я могу полностью там на них оставить, если вдруг мне надо куда-то уехать. Ой, что я от него жду? Привавление, конечно, да, чтобы все у нас успешно произошло. Хороший, чтобы был растел, чтобы лето было продуктивно. И вообще, эта красавица, надеюсь, вырастет и, как говорится, огуляется. И тоже у нас будет перспективная корова, надеюсь. Ну, чтобы были все здоровы, слава богу. Слава богу, это самое главное. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». А я напоминаю о том, что в декабре вышел шестой номер журнала. И о том, что сейчас самое время оформить подписку. Сделать это можно в любом почтовом отделении, а можно не выходя из дома. Следуйте инструкции, которая размещена в конце журнала. Представители старшего поколения прекрасно помнят эпоху дефицита. По рассказам моей бабушки, раньше перед Новым годом приходилось приложить немало усилий, чтобы раздобыть мандарины, хорошее мясо, сыр, колбасу и даже майонез. А шампанское иногда продавали в наборах. То есть в нагрузку к бутылке шампанского нужно было купить бычки в томате, котлеты из частика или завтрак туриста. Сегодня продукты валом лежат на прилавках, а в дефиците праздничное настроение. Чтобы создать это настроение, предлагаю вам запустить фонтан с шампанской рекой. Отправляемся на мастер-класс? Проведет его председатель СНТ Дальневосточный садовод Елена Лушина. Праздник – это не дата в календаре. Это тот день, когда тебе хочется радоваться самому и радовать своих близких. Для этого необязательно много денег, расходов, куда-то ехать. Можно залезть в бабушкин сундук, в старый ящик с посудой, в бывший аквариум и сделать какое-нибудь чудо. Вот мы, например, решили сделать поющий фонтан. Все просто. Это старые бокалы. Им почти 50 лет. Они жили себе спокойно в ящике. Это помпа от аквариума. Мы ее лепим на донышко. Укладываем вокруг нее камешки. Вот. Выравниваем. Это все делается быстро. Вот. И потом мы сверху будем укладывать бокалы. Чтобы бокалы поставить ровненько, их нельзя поставить по одному. Их надо было придумать, как зафиксировать. Для этого у нас есть такая штука, как термопистолет. И термопистолет, и бытовой пластик, крышечка от контейнера. Мы укладываем крышечку сверху на помпу. Примеряем, как она у нас будет стоять. Отмечаем это место ножичком. И вырезаем дырочку. Вырезали дырочку, чтобы эта дырочка у нас становилась в аккурат на помпочку. Ставим ее на это отверстие. Регулируем высоту обязательно. Обязательно. Вот для этого у нас вот эти камешки. Регулируем высоту. Если нам не хватает этих камней, мы еще можем вот такие. Это бывший грунт из аквариума. Его аккуратненько насыпать. И посмотреть, как оно будет стоять. Обязательно стаканы должны стоять горизонтально. По высокой затее, это у нас шампанское рекой. Называется фонтан. И, в общем-то, это уже практически все. Мы теперь наливаем туда водичку. Водичку я наливаю сначала в стаканы, чтобы увидеть горизонталь. Обязательно, чтобы увидеть, насколько они у меня косо, криво или ровно стоят. А потом льем аккуратненько водичку в аквариум нашу емкость. Тоже старый бабушкин салатник. Пригодился очень даже. Для чего мы городили весь этот огород, трясли бабушкины сундуки, старый аквариум, прочие-прочие грунты, создать новогодний праздник, сделать фонтан поющий, который у нас будет символизировать шампанское рекой и новогоднее настроение. Вот у нас есть камертон. Для чего у нас камертон? Когда добиваешься вот такого звука, если прислушаться, бокалы начинают звенеть. Вот такая вот музыка получается и такое вот праздничное настроение. Напоминаю, вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Кстати, за год вышло шесть номеров журналов. Приобрести их можно в редакции, садовых магазинах и киосках печати. А телевыпусков в этом году было десять. Их можно посмотреть на сайте sadprim.ru. Зайти на сайт можно по QR-коду на обложке журнала. Следующий сюжет снова о праздничном настроении. Его можно создать не только с помощью новогодней елки, фонариков, свечей и прочего декора. Согласитесь, что большую роль в создании определенной атмосферы имеют запахи. Новый год традиционно ассоциируется с запахом елки и мандаринов. Ну а мы предлагаем добавить в эту копилку еще один аромат – запах домашней выпечки. Отправляемся в гости к садоводу из Анисимовки Ольге Макаровой за имбирными пряниками. И мастер-класс по выпечке фигурных пряников. Я все правильно сказала? Все правильно. Не фигурных, а печатных. Потому что мы их будем печатать. У нас есть вот такие вот формочки натурального дерева. Вырезан рельеф определенный. Мы потом посмотрим на готовых пряничках. Вот у нас у меня форма с домиком. А у меня елочка. С елочкой, да. Новогодняя тематика. У нас есть еще с Новым годом, со снеговиком. Оля, какое нам нужно будет тесто? Тесто мы делаем пряничное, заварное. То есть мы делаем заварное. Возможно, любое другое тесто. Сначала берем масло сливочное и сахар. Разогреваем до полного растворения масла. Завариваем муку. То есть пятую часть от общей рецептуры. Заварили. Охлаждаем до комнатной температуры. Добавляем мед, специи, соду и остатки муки. И замешиваем тесто. Тесто у нас получается такое эластичное, маслянистое. Да, оно не должно быть жидким. Иначе оно может у нас из штампа потом не вытряхнуться. И оно не должно быть крошливым. То есть вот у нас то, что надо получилось. И оно очень приятно пахнет. Прям запах. Специи. Что мы кладем? Какие специи? Ну, в нашем случае имбирь. То есть мы делаем имбирные пряники. Такие традиционные новогодние пряники. То есть имбирный пряник. Но можно что-то другое? Да, конечно. То есть у нас кроме имбиря здесь еще лежит корица. Корица, можно гвоздику, мускатный орех добавлять. Я знаю, что даже можно перчик горький. Перчик душистый. Душистый. Душистый, который горошка. Душистый перец, его тоже можно добавлять. Ну, вот в нашем случае это корица и имбирь. То есть вот мы наше тесто поделили на кусочки. Кусочки, все их перевесили. Каждый все. Ешеваем тщательно, мы же для себя готовим. Да, да. Чтобы у нас не перевес, не недовес. Да, конечно. И по 60 граммов. И по 60 граммов. Что мы будем делать дальше? Доска прямоугольной формы, выемка. Мы делаем нашу заготовочку, приближаем к этой форме. Да, нелогично будет в квадратное круглое заготовку. Ну да, то есть мы немножечко вот так нашу заготовку... Вот формуем заготовочку, подпыляем. Немножко мукой форму, да? Форму хорошо. Подпыляем, чтобы нигде у нас ничего не залипло. Излишки муки стряхнули. Вот у нас получилось... Вот у нас не подпыленная форма, а вот подпыленная. Саму заготовочку тоже слегка смазываем мукой. И закладываем мукой, смазываем, форму подпыляем. Это я примерилась. Иначе залипнет. И потом мы не вытащим из этих мелких деталей ничего. Нам же нужно... И на нашем тесте вот этот рельеф, который на доске... Поэтому пряники печатаются. Печатаются. И отпечатаются. Просто вот закладываем прямо, да? Вот теперь закладываем. И немножко вот так. И пальчиками продавливаем, чтобы у нас рисунок отпечатался. Чтобы тесто заполнило. Если где-то выступает, значит, подправляем пальчиками. Скалочкой можем подкатать. А, вот и все отпечаточки мы как раз... И все отпечаточки мы уберем. Можно я тоже попробую? Конечно, не можно, нужно. Лучше подпылить. И прокатать немножко. И прокатать. Это, собственно, у нас происходит печать пряника. Печать пряников. Ох, какая получилась красота! И у меня тоже должно быть. Должно. Вот у нас получилось. Все, пошло. Да, елочка у меня отпечаталась на пряники. Покажите. Да. Ой, я теперь боюсь его раздавить. Вот она, аккуратненько. Вот она, вот она красивая. Домик у нас отпечатался. И елочка отпечаталась. Кладем на противень. Оставляем сантиметров пять между изделиями. Потому что они увеличатся в размере. При выпечке они поднимаются? У нас, я не сказала, наверное, не помню, сода. Сказала. Да, сода, сода. Сода входит в рецептуру, разрыхлитель. То есть у нас будут увеличиваться в размере изделия. Не жадничаем муку. Много не оставляем. Иначе у вас будет не тесто, а мука вместо рисунка. Вот хорошо ли делать рядом с мастером, который подскажет вовремя. Подпыляем. А, подпыляем. Да, да, да. Не забываем. В данном случае у нас это очень важно. Вот ту сторону, которую мы кладем. Да, ту, которую кладем, чтобы она не прилипла. Потому что, вы же видите, рисунок мелкий. И если у нас там залипнет, значит, нужно будет форму чистить, мыть. А поскольку она у нас из натурального дерева, то общаться с ней надо, обращаться очень аккуратненько, бережно, докатывая. Это, чтобы обязательно прокатать, чтобы у нас не только лицевая сторона была красивая и ровная, но и изнаночная. Если в детстве вышивали... Ну, было дело, да. Но меня бабушка учила, что изнанка должна быть лучше, чем даже лицевая сторона. Стук. Оп-оп. Такие пряники можно делать еще и с начинками. И джем какой-то домашний. Варенье. Ну, варенье это будет жидковатое. Орешки. Хорошо будет. Курага, может быть, да? Да, да. Ну, вот лучше такую более густую начинку, чтобы она потом не вытекла. То есть вот подготовили основание, скажем так, накладываем начинку. Даже вот, ну, мармелад там домашний можно положить. Потом точно так же делаем вторую часть теста. Вторую часть. Вот вы все понимаете. Тут же все очень просто. Это же такие, как бы, ну, банальные домашние вещи. Накрываем. Накрываем. скрепляем, чтобы она у нас не вытекла. Получается, как вверх, а не из пирога. Вверх и не из пирога. Совершенно верно, да. Все принцип один и тот же. Ольга, ну, скажите, а вот если это вот так замечательно, когда есть вот такие печатные формы, да, натуральное дерево, если у нас ничего такого нету, что можем мы дома обойтись какими-то другими? Конечно, у нас тут вот рояль в кустах, елка в кустах завалилась. Ага. Любые. Вот у нас елочка. А можно такую елочку, даже на елку повесить, да, как игрушку? Да. Если мы в ней сделаем... Дырочку. Маленькую дырочку. А как дырочку? А дырочку не маленькую надо делать, а хорошую надо делать дырочку, потому что тесто же будет увеличиваться в размере. А, и можно запомнить эту дырочку. Да, да. Вот приблизительно, ну, что-то я не приготовила. Можем карандашиком сделать дырочку. И тогда после выпечки эта дырочка остается, да? А у нас вот готовая есть, мы можем посмотреть. А зачем мы вообще... Вот сейчас же любую выпечку можно купить в магазине, да? Зачем вот в новогодних вот этих хлопотах еще... Ну, вот... Вам же было интересно? Конечно. Мне было очень интересно. А вот так вот развлечься вечером... Конечно. Когда мы это еще в духовочку поставим, да, от температуры все эти запахи откроются, они наполнят дом праздничным ароматом. Вот для чего нужны в пряниках специи, да? Да, да. Чтобы соседи по лестничной клетке вообще все знали, там пряники пекут. Ну, а вообще рекомендованная температура 180 градусов. Смысл в чем? Можно даже сначала высокую установить, чтобы вот эти вот все выпуклости рельефные, они... Схватились. Схватились. Да, совершенно верно. А потом немножко снизить температуру, и тогда уже все остальное. Потому что если низкая температура будет, может все это заплыть, и уже тут вот не прочитается, что с Новым годом. Ну, конечно. О, жижи мой. А скажите, пожалуйста, как долго их нужно держать в духовке? Объем маленький, буквально 5-7 минут. Ну, тут тоже все зависит от оборудования. Ну, 5 минут. Ольга, ну, наконец наши вот эти замечательные пряники готовы. Пока они пеклись, был такой аромат. Ну, все-таки хочу спросить. Конечно, красиво, конечно, это все, ну, как-то вот интересно, да. Но, когда готовишься к Новому году, столько всяких хлопот, затеваться еще с тестом, с выпечкой, вот зачем это нужно? Для души. Ну, они же такие красивые. Не очень красивые. Они же такие красивые. Я думаю, что любым детям это вот прям подарок. Конечно, да. Рассматривать снеговиков, елки. Ну, правда, чем какие-то сувенирчики дарить? Ну, да. А можно, кстати, и пряников напечь, и запаковать в коробочку. Конечно, да, конечно. Красиво упаковал, все, вот тебе подарок. На этом наша программа подошла к концу. Желаем вам, чтобы в Новом году у вас сбывались все мечты и планы. А главное, чтобы год белой металлической коровы принес вам здоровье, достаток, оптимизм и победу в битве за большой урожай 2021 года. И не забудьте, в следующий раз встречаемся в феврале. Субтитры создавал DimaTorzok